Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раймбеков. И судоперевод обеспечивает мой коллега Марат Жмобеков. Сегодня в выпуске. Флаг, герб, гимн. Основа государства. Сегодня день государственных символов Республики Казахстан. С земли и с воздуха. Сотрудники ЧАЭС и КАЗА авиалесоохраны объединили усилия против степных и лесных пожаров. Ни совести, ни чести. Преступная группа в Ембекши-Казахском районе избила и нанесла ножевое ранение 84-летнему пенсионеру. Привлечение инвестиций – один из ключевых драйверов восстановления экономического роста. Этой теме было посвящено прошедшее сегодня селекторное заседание Координационного совета под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Как отмечено на встрече с руководителями центральных государственных местных исполнительных органов и организаций, пандемия коронавируса негативно сказалась на росте экономики и привлечении инвестиций. Так, по итогам четырех месяцев текущего года инвестиции в основной капитал страны составили 3 триллиона тенге, то есть 84% от запланированного целевого показателя. По словам премьер-министра, сегодня правительством начата работа по оживлению экономики и сейчас особенно важно. К 2025 году довести объем инвестиций в основной капитал до 30% ВВП. А потому центральным государственным органам и Акиматам необходимо актуализировать пул инвестиционных проектов. Работа в этом направлении ведется и в Алматинской области. С начала текущего года в регионе введено 6 проектов на общую сумму свыше 11 миллиардов тенге, где создано более 400 рабочих мест. Также до конца года ожидается ввод порядка 70 проектов на сумму свыше 350 миллиардов тенге, с созданием более 5000 рабочих мест. Акимобласть Амадук Баталов поручил уделить этому вопросу особое внимание и строго контролировать реализуемые и планируемые инвестиционные проекты. Тайсон Групп досконально отрабатывает и жит сухой на особом контроле. Все досконально до конца отработаете. Но здесь одно замечание. Здесь ни одного проекта нет, который реализуется на территории СЭС-Харгос. Почему? Готовьте совещание по СЭС-Харгосу. У нас там должны быть мощные проекты. И в основном там на территории СЭС-Харгос все эти иностранные компании. Отсрочки по налогам, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, новая дорожная карта занятости, недопущение роста долговой нагрузки. Эти и другие срочные и оперативные меры поддержки экономики обсуждены в ходе первого заседания Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте страны. Как стало известно, к наиболее пострадавшим отраслям экономики относятся розничная торговля, операции с недвижимостью, развлечения и отдых, а также бытовые и прочие услуги. Общее количество субъектов, требующих восстановления, составляет свыше 800 тысяч. Премьер-министр отметил, что главной задачей Госкомиссии является разработка и принятие срочных мер по формированию новой структуры экономики Казахстана. Это касается каждого региона. В Алматинской области уже есть свой детальный алгоритм действий по восстановлению экономического роста в регионе. В связи с этим, с чем Акима области Амандык Баталов дал ряд поручений ответственным лицам. Мы, как аграрная область, агропромышленный и бизнес на селе, вот это вот должны мы. В основе, в самое, что они есть, там социальные вопросы стоят. Поняли, да? Именно безработица, тем более ректоральный период сейчас начнется. Везде все должны быть задействованы, вся экономика должна двигаться, работать. И мы по своей области должны иметь четкую, ясную картину. К другим темам. Вот уже 13 лет наша страна отмечает знаменательный день. День государственных символов Республики Казахстан. Именно они являются отличительными знаками, олицетворяющими наш национальный суверенитет и самобытность. В честь этого праздника, несмотря на режим карантина, в Алматинской области проведен ряд мероприятий, напомнивших жителям региона значимость этого дня. Кто является автором флага Республики Казахстан? Шакен Езбеков. Вас поздравляем. Вот такую необычную акцию под названием «Коктудынджельбригены» провели Управление внутренней политики Алматинской области и ЖЭЦУМЕДИЯ. В ходе мероприятия представители этих организаций провели среди жителей и гостей города мини-викторину на тему государственных символов страны. Награду за правильный ответ участникам вручали миниатюрные экземпляры государственного флага. В преддверии знаменательного праздника в Ахсусском, Харасайском, Толгарском и Раймбекских районах прошло необычное мероприятие. В четырех районах одновременно подняли государственный флаг. Таким образом, жители региона выразили уважение к государственным символам. Подобные мероприятия проводятся во всех районах Алматинской области. В стороне не остался и Центр обслуживания молодежи, который является связующим звеном для всей активной молодежи области. Во всех 17 районах и трех городах нашего региона ими организован флэш-моб, в котором подрастающее поколение, прижимая руки к сердцу, со всем патриотизмом к родине исполнили гимн. В честь празднования этого дня наши психологи в онлайн-формате проводят с молодежью прямые эфиры, в которых рассказывают им, что означает каждый элемент на гербе, флаге, кто авторы символики. С первых дней независимости одной из главных задач для нового государства стала необходимость разработки утверждения государственных символов. Проводилась большая работа, в которую были вовлечены лучшие интеллектуальные силы нашей страны. Как утверждают организаторы мероприятия, государственные символы несут исторический, политический, экономический символизм. И об этом должен знать каждый гражданин нашей страны. Я считаю, что про значение флага знает каждый, а вот про герб знают не многие. Получается, на гербе посередине изображен шанрак, который несет за собой посыл и отчестворяет, что наша страна, она единая не только для Казахстана, но и для всех народов, которые проживают в ней. По сторонам герба изображены мифические крылатые икони, которые означают, что Казахстан – страна независимая, вольная и очень храбрая. Кроме этого, как напоминание жителям области об этом важном дне, на некоторых зданиях областного центра появились полотнища государственного флага. Впервые обсуждение исполнения бюджета области прошло онлайн. Участники диалога обсудили освоение за прошлый год. Исполнение составило 99,9%. Практически все поставленные задачи на 2019 год выполнены. В ряде населенных пунктов Алакольского района построены полицейские участки, совмещенные с домами для участковых. Проведены работы по капитальному ремонту школ, цонов и больниц. Закуплена современная медицинская техника на сумму 3,5 миллиарда тенге. На обеспечение населения качественной питьевой водой выделили 24 миллиарда тенге. Охвачены все сферы. Однако 351 миллион все же остался неосвоенным. Основная доля пришлась на сферу образования и сельского хозяйства. Суммарно свыше 200 миллионов тенге. Чуть меньше в управлении строительства 27 миллионов. И 17 миллионов здравоохранений. Члены областного Масляхата отметили, что неосвоение запланированных объемов означает недоработки и срывы. Потому еще раз напомнили о важности качественного контроля исполнения бюджета. И ответственные за государственные финансы. Назначен новый директор телеканала ЖТСУ. По распоряжению Акима области им стал Серик Абекенович Сарбаев. Уроженец Алматинской области 1972 года рождения. Трудится в сфере журналистики более четверти века. В разные годы работал в печатных изданиях, в телефабрике, на телеканалах НТК, Южная столица, 31 канал. Был первым заместителем директора Алматы ТВ. С ноября 2014 года влился в коллектив телеканала ЖТСУ. В течение почти шести лет работал первым заместителем директора телеканала. За этот период показал себя профессионалом своего дела. Широко известен в журналистском мире Казахстана. И вырастил целую плеяду мастеров мира. Заместитель Акима области Батаржан Бажуманов поздравил Серика Сарбаева, пожелав ему побед и творческих усот на новом месте. Спасибо за оказанное доверие. Буду прилагать все усилия, чтобы телекомпания и дальше процветала. Мы совместными усилиями трудимся во благо общества уже не первый год. Согласно долгосрочным планам телеканала, выстроенным Бесин Хромбеком, планируем и дальше улучшать качество эфира. Для достижения поставленных целей имеются все предпосылки. Сейчас бюджет телеканала ЖТСУ перевалил за 520 миллионов тенге. Ее опыт Серика Сарбаева как руководителя позволит ЖТСУ и далее укрепить конкурентноспособность среди масс-медиа в нынешних реалиях. Примите поздравления. Назначен новый вице-министр в Министерстве труда и социальной защиты. Им стал 41-летний Серик Шапкенов. Ранее он работал на посту заместителя Акима от Тараусской области. Серик Шапкенов родился в 1979 году в Западно-Казахстанской области в селе Каратубе. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности экономист-математик. Трудовую деятельность начал в 2006 году преподавателем. В разные годы работал в структуре аппарата Акима Западно-Казахстанской области. Продолжаем выпуск. Последний звонок прозвенел и для выпускников школ города Капшигай. В этом году аттестат о среднем образовании здесь получили практически 300 молодых людей. 31 из них стал обладателем знака Алтенбельга. Один из самых трогательных моментов своей жизни – последний школьный звонок – эти ребята отметили не только, надев на себя традиционную ленту выпускник 2020, но и уже ставшую неотъемлемым атрибутом для всех маску. Кроме того, чтобы попасть на родной школьный двор, вчерашним ученикам необходимо было измерить температуру. Впрочем, все эти обстоятельства нисколько не омрачили праздник. Последний звонок – важное событие не только для выпускников, но также для родителей и преподавателей школы. Прощальный школьный вальс с учителями в этот день исполнили и бывшие 11-классники средней школы гимназии города Капшигай. Данное учебное учреждение является одним из лучших в городе. В этом году 15 выпускников лицея стали обладателями знака Алтенбельга. И еще трое получили аттестат особого образца. Сегодня после окончания школы наших детей ждет новая жизнь. Перейдись с дачи ЕНТ. И я искренне желаю, чтобы наши выпускники использовали все свои знания, которые получили в стенах школы и показали хорошие результаты. Я верю, что все вы станете достойными гражданами нашей страны. В этом году в городе Капшигай последний звонок прозвенел для 285 выпускников. Каждого из них впереди ждет дорога во взрослую жизнь. И очень хочется верить, что все их мечты и планы обязательно осуществятся. Надежда Белова, Амина Кудайберген, Степан Мережко, телеканал ЖТС. Волнительный праздник. Выпускной само по себе событие запоминающееся. А нынешний тем более. Поскольку проходит в необычном формате. Социальным дистанцированием в масках и перчатках. Однако прошло не менее трогательно. Дистанция не менее одного метра. Все в масках, а некоторые и вовсе в перчатках. По схожему сценарию свой последний звонок и выпускной провели 11-классники всей страны. К этому они были готовы. Учителя предупредили ребят заранее. Объяснили, что такова ситуация. Потому выпускники даже не отчаялись. И даже подшучивали друг над другом вплоть до начала последней линейки. Однако торжественная церемония все же бросила тень грусти на лицах тех, кто навсегда прощается со школьной порой. Лицей стал для меня вторым домом. И я просто не могу все еще осознать, что мы заканчиваем школу. Впереди нас ждут экзамены, поступления в вузы и в целом взрослая жизнь. Во всем я хочу пожелать своим любимым одноклассникам удачи. Все знания, которые мы получили в стенах лицея, станут залогом нашего успешного будущего. В этом году в лицее имени Ломоносова со своими родными пенатами прощаются 99 выпускников. Всем им сегодня вручили важный документ об окончании школы. Двое из них подтвердили почетное звание Алтынбельгэ. Еще двое получили аттестаты особого образца. Для каждого класса линейка проходит отдельно. Такие требования. Общей линейки в этом году нет. Каждый выпускной класс отдельно проводит линейку. Объединенное мероприятие и вручение аттестатов, и последний звонок. Почему? Потому что у нас 25 мая, как вы знаете, не было последнего звонка. Конечно, грустно, что все так сложилось. Но все же это не повод грустить. Желаю нашим выпускникам удачи на предстоящих экзаменах. Напомним, единое тестирование для поступающих в ВУЗы в этом году пройдет с 20 июня по 5 июля. Срок проведения в нынешнем году значительно увеличен, поскольку по санитарным требованиям загруженность центров тестирования меньше в два раза. И в целях безопасности будущих абитуриентов перед входом каждого нового потока будут проводиться работы по дезинфекции. Дамир Анитов, Жай Курманбаев, телеканал ЖИЦУ. А между тем, выпускники Жана Узена устроили опасные гонки по трассе. В социальных сетях появилось видео кортежа из иномарок, из окон которых то и дело высовывалась молодежь, размахивая лентами выпускников. Авто ехали по дороге на высокой скорости. В полиции сообщили, что устроивших опасную езду на дорогах в Жана Узене водители привлекли к ответственности. Участниками стали водители 16 автомобилей. Установлено, что им от 18 до 25 лет. Все автомобили водворены на штрафную стоянку. Более 7 килограммов марихуаны изъяли у 51-летнего жителя Жамбылской области. Инцидент прошел в селе Ахжол Миркенского района, сообщает полиция КИЗ. Данный факт выявлен во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2020». Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по ст. 296, ч. 4 УК Республики Казахстан. В Алматинской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении дерзкого нападения в составе преступной группы. Задержанный дал показания, что вместе со своими дружками в масках избили 84-летнего пенсионера. Разбой преступники совершили в городе Исык и Мешиказахского района. Ворвавшись в дом пожилой супружеской пары, поздно ночью разбойники потребовали у хозяев деньги. Для устрашнения хозяина дома избили. Нанесли ножевое ранение в области груди и забрали ценные вещи. В настоящее время один из преступной группировки задержан. Это гражданин 1983 года рождения. Водворен в изолятор временного содержания. Задержать остальных будет лишь делом техники, говорят полицейские. Я в полицию по идее разобраться. Я в жизни не подумала, что найдут, что там то-то, то-то. Вот ну не верила я. А оказалось, существует еще у нас такая полиция, которая, между прочим, стоит на благо, так сказать, стариков. Полиция работает, да еще как работает, понимаете? Вот. Больше ничего не могу сказать. Молодцы, по одним словам, молодцы. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР, начато досудебное расследование. По статье 188, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе расследования уголовного дела был выявлен факт не кражи, а совершения разбойного нападения в отношении последнего. Подозреваемый М вину свою признал в полном объеме. В США в ходе манифестации, протеста и сопровождавших их беспорядков были задержаны почти 10 тысяч человек. В течение этой ночи стало известно, что помимо бывшего полицейского Дерека Шовина, обвинения в гивили афроамериканца Флойда были предъявлены еще трем правоохранителям, бывшим на месте происшествия. Таким образом, протестующие против действий стражи порядка одержали победу, добившись выполнения требований. Комендантский час действует в 40 городах США. Компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту новую, уже восьмую партию из 60 интернет-спутников Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками на борту успешно стартовала с мыса Canaveral. На орбите Starlink будет использовать бортовые ионные двигатели для перемещения на рабочую высоту в 550 км над планетой. Эта миссия станет частью глобальных замыслов Илона Маска – обеспечить высокоскоростное интернет-покрытие по всей планете. Сейчас на орбите уже работают 480 таких спутников. В городе Учжоу на юге Китая в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников пострадали 40 человек. ЧП произошло примерно в 8 утра по местному времени, неподалеку от учебного заведения. Среди пострадавших – дети и заместитель директора школы. Как сообщили в администрации предместия Ванфу, где произошел инцидент, напавший оказался 50-летним охранником школы. Полиция прибыла на место ЧП и задержала нападавшего. На месте работают сотрудники скорой помощи. Как минимум трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Причины происшествия выясняются. Ведется следствие. Десятки вылетов и почти 100 часов налета. Такой промежуточный итог работы с начала пожароопасного периода подразделений авиалесоохраны и служб ЧАЭС Алматинской области. Профилактические работы ведутся в трех стихиях. В воздухе, на суше и на воде. Рассказывает Антон Хатиновский. Прежде чем подняться на борт своего двухмоторного самолета, специалисты авиалесоохраны и службы ЧАЭС обсуждают маршрут. На этот раз выбор пал на участок номер 4. С высоты птичьего полета, как на ладони, виден любой даже маломальский дымок. В Алматинской области на предупреждении пожаров работают два воздушных судна, дислоцирующихся в Балхарском районе и в городе Талдыкурган. Такие облеты мы совершаем ежедневно, согласно классу пожарной опасности. Но при облете, при обнаружении пожара мы сообщаем всю информацию лесовладельцам, то есть лесхозу. В информацию входит, что горит, какой квартал, какое лесничество. И в тот же момент сообщаем, сколько надо сил и средств для тушения лесного пожара. Но в то же время при облете на вертолете с нами на борту находятся десантники пожарные. Работают на предупреждение иноземные службы. Сотрудники отдела по честь города Копчегай совместно с другими заинтересованными госорганами проводят рейдовые мероприятия. Главная цель – выявить потенциально опасные участки и провести вспашку земли. Так называемые минеральные полосы в разы снижают риск распространения огня. В этом году в регионе уже горел сухостой на площади в 35 гектаров. На сегодняшний день в нашем сельском округе мы сделали 48 километров минерализированных полос. Эта работа ведется ежегодно. Нам помогают сотрудники ОЧС города Копчегай. Мы провели встречи с руководителями христианских хозяйств и предприятий и объяснили им правила пожарной безопасности, которые они сейчас неукоснительно соблюдают. С наступлением лета под особый контроль попадают и водоемы. В зоне особого внимания – побережье Копчегая. С 15 мая здесь были начаты работы по санитарной очистке дна. Установки информационных баннеров. На берегу уже красуется более десятка предупреждающих знаков. Планируют в этот купальный сезон подготовить и 20 пляжных спасателей из числа местного населения. Находится под наблюдением и река Ильи, куда ежегодно отправляются тысячи любителей активного отдыха. Однако за внешним спокойствием и водной гладью кроются большие подводные течения и многометровые омуты, в которых и гибнут беспечные граждане. Совместно с Баканадским лесным хозяйством ежедневно проводятся профилактические мероприятия по соблюдению безопасности жителей на воде, также безопасности техники при отдыхе. Также разъясняются им права, раздаются буклеты, памятки, брошюры. Работа в данном направлении будет продолжаться до окончания пожароопасного периода и купального сезона. От себя гражданам хотелось бы пожелать, чтобы соблюдали все меры предосторожности и следили за детьми. Соблюдая простые требования безопасности, можно сохранить жизнь не только себе. Помните, простую истину предупрежден, значит вооружен. Антон Хатиновский при содействии Пресс-службы ДЧС Алматинской области. Белое золото Алматинской области высоко ценится не только в Казахстане, но и за рубежом. Казахстан – экологически чистый продукт, завоевавший почитание жителей ряда стран, выращивается на 11 тысячах гектарах. Учитывая нынешнее жаркое лето, вид на урожай белого злака весьма обнадерживающий. Каратальский район – один из регионов области именно рисовоческой направленности. Ежегодно 1700 гектаров занимает водолюбивый злак. Средняя урожайность – около 40 центнеров с гектара. Несколько лет экспериментируя с разными сортами, специалисты товарищества Уштобинский нашли для себя самый продуктивный. Возделыванием риса занимаемся с 2016 года. С первого года начали с небольшого объема 250 гектар. В последующие годы начали увеличивать посевные площади на 100 гектар ежегодно. В первый год в качестве эксперимента мы посеяли три сорта риса. Это местные сорта Заря, Уштобинский и привезенный сорт Сказаларды – Янтарь. Самую лучшую урожайность показал сорт Янтарь, привезенный Сказаларды. На этом сорте мы остановились и съем его ежегодно. Более 500 гектаров пашни засеяли рисом фермеры сельхозформирования Уштобинский в этом году. Нынешнее жаркое лето позволяет прогнозировать хороший вид на урожай. Все работы идут согласно графику. Со сбытом проблем не возникает, говорят рисоводы. Своего потребителя продукт успел завоевать в Алматинской области и за ее пределами, в южной столице. В этом году норма бюджетных субсидий на одну тонну риса составила 4000 тенге. В Картальском районе под рис отведено более 1700 гектаров. В целом сельхозугодия в нашем районе составляют более 21 600 гектаров, где выращиваются зерновые – свыше 6000 гектаров. Масленичные культуры более 3000, 505 гектаров занимают бахчевые культуры. Большое внимание уделяется сахарной свекле. Здесь для нее отведено более 3700 гектаров. Неспроста рис в народе называют белым золотом. Развитие рисоводства является важной стратегической задачей. На сегодняшний день 48 крестьянских хозяйств Алматинской области занимаются выращиванием риса, 11 из которых в Каратальском и 37 в Балхашском районе. Следует отметить, что с рисовой продукцией Балхашского района знакомы в Киргизии, Афганистане и даже Европе, где она давно уже обрела большую популярность у потребителей. В целом по области на приоритетной сельскохозяйственной культуре, в числе которых сахарная свекла, кукуруза и рис, в текущем году выделено более 3 миллиардов 300 тысяч тенге государственных субсидий. Евгения Присяжная, Бегзат Кожмуханов, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин